Глядя на эту задорную, обаятельную женщину, сложно подумать, что ей 90. Всегда оптимист, увлеченный рассказчик Таисия Михайловна Козырь-Павловская. Вместе с родителями в январе 41-го маленькая Тася приехала в Брест. Здесь же она встретила и войну, которая разделила жизнь на две части. Прошло беззаботное детство, на глазах 11-летней девочки погибла вся ее семья. Но это нисколько не сломало ее боевого характера. Наоборот, заставило включиться в борьбу. Парадный китель украшают медали и награды, о которых она иногда рассказывает, как и истории своего большого жизненного пути, на котором бывало разное. И свой 90-й день рождения, как подарок судьбы, Таисия Михайловна Козырь-Павловская встречает в компании дорогих ей людей. Тех, вместе с кем она и сегодня проводит большую работу с молодежью. С Бреста я не могу никуда уехать. У меня здесь очень много друзей. Меня городской совет ветеранов всегда и поздравляет это. То есть я, как в своей семье. Поздравить Таисию Михайловну с днем рождения в городской исполнительный комитет прибыли представители ветеранского движения, дипломатических миссий, руководство предприятий, шефов, оказывающих помощь. Много теплых слов было сказано в адрес этого светлого человека с активной жизненной позицией. Таисия Михайловна, несмотря на то, что проживает в Московском районе, но она настолько общественно активна, что безотказно бывает в школах, в учреждениях образования и Московского, и Ленинского районов. Часто бывает в 10-й школе, в гимназии номер 2, в 23-й, в 24-й и многих других школах. Время не щадит ветеранов. Многие из них сегодня уже слабы и не всегда хотят вспоминать былое, будоражить душевные раны. Но им нужны наша поддержка и забота. А еще внимание, которое дает силу выходить на публику и рассказывать настоящую правду о войне, которая должна быть бережно сохранена благодарными потомками, наследниками воинов-победителей. Анастасия Ноздрин, Платницкая, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.